Приветик, не спящие, все остальные любители 97-го года. И рыжих бестий в шортах. И сандалиях. Давай загружаться. Ох уж эти мужчины. Без моей помощи точно бы тут утонули. Ну или с голодухи умерли. Ага. Надя, я всё перепроверил. И уже обсудил всё с майором. Они доставят оборудование вместе с лодкой на озеро к вечеру. Кто доставит? Что происходит? Кимпат, подключу только. Военные, конечно, помогать нашей экспедиции не очень хотели. Но хорошо, что у меня есть на кого надавить в Москве. Семён Андреевич, вы бы ещё надавили на кого-нибудь, чтобы они нам всё же разрешили контакты с горожанами. А то я как профессор психологии в этой экспедиции вообще не пригодилась. Только вот комаров кормите гораздо. Так ты для этого и нужна. Да ладно тебе, Надя. Зато проветрилась, воздухом подышала, природу красивую посмотрела. И если у нас сегодня всё получится, мы вернёмся с открытием, которое потрясёт всю научную общественность мира. Погодите, это тот самый Семён? Если только его ФСБ не засекретит к чертям собачьим. А для этого у меня есть хорошие контакты в Москве. Так, всё, я собрался. Семён Андреевич, я, конечно, не ставлю ваш авторитет профессора про психологию под сомнение, но почему всё же мы собираемся нырять именно ночью? Может, всё же лучше, когда светло? Игорь, поверь, не зря же я весь месяц зондировал это озеро. Я уверен, что самый благоприятный момент наступит именно сегодня ночью. Как скажете, Семён Андреевич, как скажете. Я сейчас запишу на диктофон краткий дневник нашей экспедиции и готова идти. Сейчас, секунду. Микрофон, маленько. Подвинуть всё. Саму малость. Надя, ну вот теперь нам придётся вас ждать. Идите вперёд, я вас догоню. Итак, дневник. У меня плохое предчувствие, а потому я оставлю свой диктофон вместе с вещами тут. На всякий случай, если я не вернусь и его кто-то найдёт, то хотя бы поймёт, где нас искать, и все наши исследования не пропадут зря. Так, где мой блокнот? Видать, не нашли. Запись 25. Говорит Надежда Петрова, доктор психологических наук МГУ. Мы вместе с парапсихологом Семёном Соколовым и нейробиологом Игорем Красновым сегодня, 15 июля, отправляемся на дно озера Тьма, под которым зонд обнаружил каверну предположительно естественного происхождения. Для обеспечения экспедиции необходимым снаряжением был привлечён майор Громков, ответственный за охрану кордона вокруг Кузнецка. У меня плохое предчувствие насчёт этого погружения, но, к сожалению, я не смогла переубедить Семёна Андреевича, который хочет погружаться вместе с военными водолазами. Я надеюсь, что он знает, что делает, и с нашей экспедицией не случится того же, что случилось с солдатами во время пожара на химзаводе. Какой экспедиции? В чём происходит? По скриптам. Если я не вернусь, дочка, Анечка, прости меня, пожалуйста. Я тебя люблю. Кто? Даже не знаю, что и сказать. Какие-то военные вместе с учёными из МГУ решили нырнуть на дно нашего озера, и, судя по вещам, они так и не вернулись. Ну да. Ах, как мне грустно от этой записки стало. Не вернётся она к своей дочке больше. Печально-то как... Как жаль, что я промочила диктофон. Мы могли бы узнать всю их историю. Понять, что же они тут пытались найти. Ну так высуши его, дурочка. Тьму они и нашли, я полагаю. А-а-а, так вот откуда была та лодка, на которой я... О чём ты? Неважно, не бери в голову. Местные считают озеро дурным местом. Там никогда не рыбачат и на лодках не плавают. А мы нашли одну надувную лодку на озере. А я как-то и не задумался, откуда она взялась. Как думаешь, они все втроём утонули и покоятся на дне? Видимо, не знаю. Но я вот думаю, какой странный набор профессоров. Не геологов, не учёных по естественным наукам, а психолог, нейробиолог и какой-то парапсихолог. Это вообще кто? Парапсихология – наука о неизведанном. Но мне казалось, что профессора МГУ подобной темой не занимаются. Может быть, это какая-нибудь засекреченная область наук? Может, но я о ней слышала лишь из передач по телевидению. Ну, дела. Если повезёт, может, где-то ещё найдём записки этой надежды. Может, хотя бы парочку? Было бы хорошо. Может, будут ответы. Пока появились только новые вопросы. Погодите, а училку не Аня зовут? Тоже верно. Но хоть время убили. Кстати, я думаю, Пахом уже успокоился и пьёт водку у себя в вагончике. Так что нам пора выдвигаться. Надеюсь, что выпьет достаточно водки, чтобы не мешать. Идём. Мы можем зайти к Алисе домой на минутку? А то мне прохладно без моего платья. Хорошо. Сделаем небольшой крюк. Свалка ночью выглядит совсем неуютно. Как-то мне здесь не по себе. Но я не должен показывать свой страх, а то девчонки совсем распаникуются. А как говорил мой дед, нет ничего хуже паникующей бабы. Как говорил мой дед, я твой дед. Вот мы и на месте. Где будем искать тайник? А, то есть с открытым верхом тебе как бы тепло, да? А вот с открытым животом тебе холодно. Понимаю, понимаю. Иногда я завидую твоему хладнокровию, Настя. Мне вот натурально жутковато сюда идти. Это я только внешне спокойная. Всё хорошо, я с вами, не бойтесь. Ага. Вот получишь соли в задницу от Пахома, посмотрю на тебя. В вагончике темно, видимо он уже спит. Предлагаю разделиться и аккуратно поискать этот тайник. И около вагончика не шаримся. Не думаю, что убийца бы что-то прятал под боком Пахома. Ну, кстати, хорошее место, чтобы что-то спрятать. Расделиться? Ты совсем рехнулся? Да и фонарик у нас один. Давайте всё же держаться вместе, а? Чтобы было заметнее. Я поддерживаю Алису, Антон. Так безопаснее. И заметнее. Ладно, ладно, идём вместе. Но давайте шустро и не шуметь. Что сразу делает эту затею небезопасной. Ну так, к слову. Шаримся уже полчаса, но ничего похожего на тайник и близко нету. Алиса дёргается от каждого шороха, а Настя держится молодцом. Хотя пару раз даже её спокойствие дало трещину. Ребята, а на водокачку залезть можно как-то? Парни лазили один раз. Да, Антон, что думаешь? Там, конечно, лестница развалилась, и кое-где можно знатно навернуться, но залезть вполне реально. Ммм, а что если у него схрон в самом резервуаре? Там есть сервисная платформа внутри. Может, там? Ну чё, кто полезет? Ты ещё спрашиваешь? Ты и лезь, умник. Ну, я не такой уж и спортивный, и по канату особо хорошо не лазил. Я тоже не смогу. У меня тройка по физкультуре. Да ты вообще в платье. Эээ, вы что, мне предлагаете? Я не хочу, мне стрёмно. Ну ты же в форме. Ну слушай, а кто ещё? Хоть и в юбке, но в форме. Дашу ты решил не приглашать. Она бы мигом туда забралась. Вон она какая спортивная. Ну, кстати, да. Лизь, давай, не выдумывай. Так, и кто это тут у нас? Опа. Так и знал, что рано или поздно вы доберётесь сюда. Ничего не проходит мимо Антона и Алисы в этом городке. А как иначе-то? Это же... Это же он. Это он! Это убийца Серёги! Ой, правда? Я... Нет. Не трогай их! Ха, узнаю у Антона. Всё ещё надёжен в сложной ситуации. Я скучал по тебе. Так он тоже рыжий. Что... Что ты несёшь? Я не знаю, кто ты и откуда ты знаешь о нас. Всё одновременно сложнее и проще, чем вы думаете. Но я точно вам друг. Друг? Как ты смеешь говорить такое после убийства Серёги? Я... Да, я убил кого-то. Но это точно не Сергей. Потому что я Сергей Толмачёв. Ну, всё ясно. Всё, я понял. Это временные петли, это параллельная вселенная понеслась. Что? Какого дьявола? Так и знал. Так и знал. Он же хотел быть военным. Вот он и военный. Пожалуйста. Вы тоже не понимаете, что происходит, верно? Не понимаем. Ты убил Серёгу. А потом он пришёл в школу, уверяя, что он тот самый Серёга. Теперь ты говоришь, что ты тот же самый Серёга. Какого? Многовато Сергеев для одного кузнецка. Я уже три насчитала. Один мёртвый. Что? Ещё раз пришёл в школу? Но... Так, дьявол. Подождите, его тело должно быть тут. Ну, оно тут. О, Господи. Твою мать. Видите? Он мёртв. Его тело всё ещё лежит в этой бочке. Но он вернулся в школу. В этом городе творится какая-то чертовщина. Это двойник. Да этот город сам по себе огромная чёртова чертовщина. Что уж там. То, что вы живы и я с вами сейчас разговариваю, даже это чертовщина. Даже это. Антон, прости, что я сомневалась в твоих словах, но... Это безумие. Это же... Это же не бутафория. Настоящее тело. Я... Пахнет оно уже не очень. Я думала, тут просто так воняет тухлятиной. Но это... Меня сейчас тошнит. Закройте это. Давайте отойдём. Ты... Ты убьёшь и нас? Нет, конечно. Я не причиню вам вреда. Я не верю тебе. Послушайте меня. Этого города, его не должно существовать. И вот я возвращаюсь из армии, хочу навестить родные края, а утыкаюсь в военный кордон. Что... Что ты несёшь? Мы не понимаем. В 1997 году, летом, после экзаменов, я уехал отсюда к родственникам. И в моё отсутствие с городом произошло страшное. Из-за технокатастрофы на химзаводе город накрыло облако ядовитого газа. Все жители погибли. Вы, моя мама, все наши одноклассники, Даша, все! Но сейчас же ещё весна, май. Нет! Сейчас уже июль во всей стране, только у вас тут май. Он прав. Это точная информация. Что? Какого чёрта ты несёшь, девочка? Мы, когда приехали с мамой в город, нам сказали, что люди тут странные и живут по запутанному календарю. Мы особо и не придавали этому значения, потому что дни недели совпадали. Стоп, я ничего не понял. Тогда какое сейчас число, как ты говоришь, во всей стране? 16 июля. 16 июля 2002 года. Это какой-то бред. Я не верю вам. Это что, розыгрыш? Настя, почему ты его поддерживаешь? Я не поддерживаю. Это чистая правда. Настя. Слушай, ну нет. Я не верю тебе. Ты врёшь. Ты изначально была на стороне этого убийцы. Настя. Алиса, ты... Ты тоже наш враг. Алиса, пожалуйста, не смотри на меня так. Мне страшно. Я... Я правда на вашей стороне. Я... Пожалуйста, не делай мне больно. Сейчас остаётся вопрос, в какой мы петле. Оригинал? Или уже сотый круг? Алиса, успокойся. Может, она запуталась или надышалась болотного газа? Меня простые слова не убеждают. Человек может как врать, так и просто запутаться. Где доказательства? У меня есть доказательства, Антон. Газетные вырезки. О, да. Их тоже можно подделать, чужак. Я понимаю, почему ты мне не доверяешь, Антон. Я изменился. Стал взрослее. Хреново война меня изменила. Ваша смерть меня изменила. Я... Я убивал. Я убил это... Существо, чьё тело лежит в бочке. Вот так вот. Когда я увидел его, живущего в моей комнате, слушающего мой магнитофон, я ужаснулся. Странно. И понял, что я просто не могу жить в мире, где есть это существо. Эта мысль сводила меня с ума. И я сделал то, что должен был. И сейчас я даже не знаю, настоящие ли вы с Алисой, или вы просто какой-то морг на вождение. Или вы такие же существа. Но я устал воевать один. Я поверил в вас. И хочу, чтобы те, кого я потерял, вернулись и поверили в меня. Антон, пожалуйста, Антон, поверь в меня. Вот подстава Допустим Я... Серегу убили на моих глазах Потом он вернулся в школу, как ни в чем не бывало Разве что память потерял Теперь я вижу его тело в бочке Так, погодите Если он ни черта не помнит Значит, он откачанный В смысле, откатило его И во всем виноват газ И озеро Знаешь, твои слова уже не кажутся мне совсем невероятными Что ты такое говоришь, Антон? Подожди! Что? Ты сомневаешься в том, что это взрослый Серега? Да, я тоже сомневаюсь Но теперь я сомневаюсь и в том, насколько реально мы Может, я сошел с ума за две недели до лета? А ты вообще Алиса? Или кто? Что мы такое? Тихо, тихо, не кричи! Прости, Антон! Я не думала, что все так... Не орите, сторож же услышит Дайте мне минуту, я успокоюсь Хорошо Алиса Ты мне не веришь? Не верю Но я верю Антону Если он тебе верит, тогда пофиг Пусть ты будешь самделишным Сергеем Но сперва докажи Как? Как в любом кино Расскажи ей то, что можете знать только вы с ней То, что можем знать только мы Все детство мы играли втроем в игры по мотивам фильма «Танкиста и собака» Антон был лейтенантом нашего танка Ты, Алиса, была радисткой А я водителем Мы частенько брали наводчика из других детей Но он менялся раз за разом Один раз мы стащили соседскую собаку И нам за это сильно влетело Да, это история правда Но мне одной недостаточно Еще! Я признался Антону, что влюблен в Дашу И попросил помочь мне написать ей любовное письмо К сожалению, я испугался и так его и не отдал А потом уже стало поздно Это правда, Антон? Ну, он попросил помощи, но письмо мы написать не успели Серега был убит Ладно, 2-0 в твою пользу Ну, если ты настаиваешь Я поначалу терпеть тебя не мог Потому что ты девчонка И лишь благодаря Антону мы стали друзьями Ах, вот как! Да я тебя тоже терпеть не могла Ты был ужасным занудой А еще постоянно смотрел Антохе в рот А сколько раз ты лезла в неприятности А нам потом попадала из-за тебя И все эти разы ты прятался за моей юбкой, трусишка Вечно боялся темноты, собак, взрослых Привет, ну... Ну ты не переживай, тут никого нет А в Дашу я влюбился, потому что она была совсем на тебя не похожа Ну да? Такая женственная Мы его не ищем, он нашелся Он в бочке мертвый лежит Что? По-твоему, я не женственная? Простите Ты себя вообще видела? Помню я, как ты пыталась отрастить длинные волосы Чтобы хоть немного походить на девчонку А потом полезла в кусты и все репейники своим хвостом собрала А потом выло, когда мама тебе власть не обрезала Ух, ежики Ты и вправду Сергей, да? Я в этом уверен Антон, я ему верю Полежать в бочке уже нельзя? Да можно Просто это уже третий Серега Одного Серегу убили, он в бочке лежит Второй Серега в школу пришел Его, походу, во время не откатило Или он из озера вылез подставной А третий Серега, походу, оригинал из армии вернулся Я готов поверить в это, но... Я уверен, что те другие два Точнее, тот другой Серега тоже это помнит Я схожу с ума, да? Антон, я уверен, что объяснение найдется Я тоже думал, что сошел с ума, когда увидел, что город живет, как и раньше Когда увидел, что он застрял в 97-м Когда увидел молодого меня В общем, причина происходящему точно есть Может, военное, может, правительство, но точно есть Да химзаводство буду Хорошо, давайте найдем это объяснение О, старые газеты На несколько старых газет, в которых описана трагедия в Кузнецке Многие скорбят о судьбе города А журналисты ругают неосторожность военной Которые спровоцировали аварию на старом химзаводе Все газеты дозированы 98-м Я так и знал Вот, держи, газетные вырезки Можешь почитать их дома, но там просто говорится, что химзавод взорвался и погибли все жители Кузнецка Не очень много полезной информации Но я уже несколько дней исследую город Пытаюсь найти те вещи, которых не помню Военные вокруг завода одна из таких вещей В мое время он был полностью заброшен Охранялся, разве что парочкой срочников Сейчас же там около трех десятков вооруженных солдат Причем у них современная форма, лычки и оружие Значит, будем искать ответы там Да, завтра ночью я туда проникну и... Мы идем с тобой Исключено! Я же сказал, там куча солдат И что? Ты предлагаешь нам сидеть сложа руки? Пустим как приманку Да! У меня есть боевой опыт У вас нет Я смогу пройти под носом патрулей незамеченным Вы нет А мы не пойдем под носом у патрулей Что? Да, не пойдем Подожди, а как тогда? Через старую дренажную трубу у озера Хм... Об этом варианте я не думал Да ты там и не пролезешь А мы да Но если там решетка? Возьмем инструменты Я даже знаю, где их достать Погодите Серега, ты нас знаешь У тебя ни единого варианта нас остановить Да Странно Ха-ха, да, точно Я понял Сделаем это Еще возьмем с собой Дашу Да, она тоже может пригодиться Я не думаю, что это хорошая идея Почему? Что? Ты все еще по ней сохнешь? А, ладно Проехали Все равно ведь возьмете? Я завтра поговорю с ней Покажу ей эти вырезки Должно хватить, чтобы она поверила Алиса, поможешь? Эээ... Мы что, пойдем в школу, несмотря на... Все это? А что нет-то? Конечно Иначе мы вызовем кучу подозрений Нам будут мешать И ладно бы мои родители Но вот если разозлится твой отец Меня запру дома Да, ты прав А что мне делать? О тебе, Настя, я совсем не знаю Я могу еще раз рассказать про себя? Я так понял Она одна из тех, кого переселили в город недавно Вернее, год назад Но мы тоже только пару дней знакомы Блин, вообще какой-то бардак с датами происходит Ничего не сходится Потому мы думаем, что правительство химичит со временем Алис, давай не забегать вперед паровоза Мы пока ничего не думаем Настя говорит, что прожила с нами год Училась с нами в выпускном классе Но вот что интересно До ее будущего еще три месяца И в нем никакой аварии на химзаводе По крайней мере, я о ней не знаю Также она утверждает, что девятиэтажка была достроена А ты начал встречаться с Дашей Интересно Какая-то хрень на самом деле О да Я вам, если честно, даже завидовала Серег, серьезно Тебя интересует именно это? Простите Я все еще не могу поверить, что разговариваю с вами Раз уж тут какая-то хрень со временем Может, Настя прибыла из нашего счастливого варианта будущего Не знаю Какая-то научная фантастика Слишком сложно, Йоксель-Моксель Ладно, чего гадать Нам нужно проникнуть на завод и разобраться уже с этим бредом Скрыть тайны военных, правительства Да кого угодно И понять, что они там творят Да к черту думать, давайте действовать! В общем, план такой Сейчас по домам Завтра мы с Алисой в школу Серега занимается... Закончу карту и график патрулей Вот этим? Настя, ходишь по городу, ищешь подозрительное Особенно высматривай неизвестных После школы встречаемся около трубы Все же... Да! Славно Надеюсь, сможем убедить Дашу Конечно, убедим! Не забудь только вырезки взять Можно вопрос? Да А вот это тело в бочке Что с ним будем делать? Я его уберу Нужно его похоронить Хорошо Но позже оно может нам еще пригодиться Как доказательство Его нужно обязательно похоронить Хорошо, я обещаю тебе, что похороню его Спасибо Ну все, время позднее, пора расходиться А я... Идешь со мной Я с отцом договорилась, все хорошо Спасибо, Алиса Должна мне будешь, малявка Конечно Но вообще-то я старше тебя Да пофиг Я-то выше Логично Это да До завтра 20 мая Вот и утро К сожалению, и оно не принесло ответ на вопрос Кто я и зачем я Мир из понятного, пусть и скучного Всего за пару дней превратился в безумный водоворот Безумный... Ой Извините Все сложнее день за днем сползать с кровати Так хочется, чтобы все это оказалось просто дурным сном Фух, ладно Если уж что мне и остается в текущей ситуации Так только искать правду А там будь что будет Ну все, успокоился Пора в школу Привет, Антон Но тебе совсем лица нет Да уж Еле встал Понимаю тебя, дружище Держись, мы справимся Я с тобой Вдвоем не пропадем Спасибо, Алис Иногда мне кажется, что твоя улыбка единственное, что помогает мне прийти в себя Ах, ну все Я же смущаюсь Прекрати А где, кстати, Настя? Я ее уже отправила высматривать странности Кстати, как думаешь? Тут ведь по-любому есть шпионы Кого мы можем в них записать? Так я уже видел одного в окне школы Ребята А что вы тут делаете? О О, Татьяна Михайловна Нет, Алёха Я думал, вы уже в классе Ее зовут не так Но это стопудов шпион Ее только что упомянули Представляете, проспала сегодня Только чш Это наш маленький секрет И вы нас вовсе не подслушивали? Нет, конечно Вы о чем, ребята? Ладно Мне идти нужно И вы столбом не стойте Урок скоро начнется Явно она с этим связана Я уверена, она подслушивала Надо за ней поглядывать Появилась недавно Ведет себя подозрительно Прохимзавод на днях расспрашивала Да? Ну ничего себе Может залезем к ней домой И посмотрим, что там? А ты знаешь, где она живет? Неа Вот и я не знаю Да даже если и залезем Я уверен, что самое важное Точно не будет лежать у нее под матрасом Но все же попробуем проследить за ней Теперь она добыча Ну разошлась Точно не сегодня Сегодня пробираемся на химзавод Каков план? Поговорим с Дашей на большой перемене? Ты же не забыл газеты? Нет, конечно Отличненько Пойдем в класс Ну что, детективы Принесли свои улики? А то Сергей вон все так и сидит Одинокий С обиженной моськой Закончили бы уже издеваться над парнем Мы вчера видели тело Сереги на свалке Чего? Даш, не ори А то сюда весь класс сбежится Стоп, 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 стоп Подожди, это правда? Вы видели его труп? Да Он лежит в бочке недалеко от водокачки Жуткое зрелище Меня чуть не вырвало Вы меня разыгрываете Нет, не разыгрываем И нам нужна твоя помощь, Даш Мы готовы отвезти тебя на свалку после школы Показать его тело, если не веришь Меня как минимум смущают твои слова Он прямо опознаваем? Лицо, волосы, одежда? Да, ты сразу поймешь, что это Серега Никаких... Я... Что вы такое говорите? Мое тело лежит на свалке? Сереж, подожди, они просто пытаются меня разыграть Не слушай этих придурков Антона за чего-то на тебя обиделся и... Нет, не обиделся Тебя убили, Серега, я это видел И тело твое видел Если ты сомневаешься, то сходи и сам на него посмотри Вот прямо сейчас Антон, я думал мы друзья Так почему ты так со мной? Ты не мой друг Мой друг мертв А что ты такое, я не знаю Но раз так, тогда я прямо сейчас схожу на свалку И принесу то, что лежит в бочке Там не может быть моего тела Вот и иди И хватит притворяться моим другом Он меня напугал А вдруг он столкнется со взрослым Сергеем? Тогда в бочке будет два тела Ха, логично Это слишком жестоко, Антон Да что вы несете? Так, минутку Алиса, ты куда? Нас никто не подслушивает Татьяна Михайловна в учительской Одноклассников нет Можем говорить Даша, нам нужна твоя помощь В двух словах В городе происходит какая-то чертовщина Мы встретили нескольких людей Которые утверждают, что сейчас 2002 год А наш город застрял в прошлом И в этом точно замешаны военные Вокруг города кордон Причиной всему авария на химзаводе Мы собираемся проникнуть туда сегодня ночью Погодите, а бабка же говорила, что похоронила этот город А он оказывается не умер Походу эта бабка что-то знает Вот с кем надо в первую очередь было поговорить Алис, что он такое говорит, а? Вы со своими розыгрышами зашли уже слишком далеко Боюсь, это правда Или часть правды, по крайней мере Вот, смотри Это газетные вырезки про катастрофу Ой, да вы же вчера их заготовили Написали фигни Бумагу состарили Нет, они настоящие Мы не смогли бы провернуть такое за пару дней Просто почитай их Хорошо Сейчас Алиса, как думаешь, этот Серёга и вправду пойдёт на свалку? Если действительно похож на настоящего, то скорее всего испугается Ты же знаешь, что он трусишка Нет, нету, нет, боже, нет Даша, что случилось? Это... Я... Я не могу поверить Мама, папа Но... Как? Откуда? Какого? Я... Даша, успокойся, всё хорошо Нет! Нет! Чёрт, всё разбросала Надо собрать Что она там прочитала-то? Она меня пугает Я... Я не знаю Какая-то статья про её родителей? Она утащила вырезку с собой Побежали за ней? Наверное, стоит, так? Вы куда это собрались? Алиса, ну-ка на место Татьяна Михайловна, я вам что, собака какая-то? Будешь поясничать? Я твоему отцу пожалуюсь А сейчас на место у нас урок Ой, хорошо И ты, Антон, недвижимость на стул Ишь, побежали Даша с Сергеем где? Не знаю Опаздывают опять Ладно Приступим к уроку Я позвонила Даше домой Её тётя сказала, что Даша плохо себя чувствует Не может ответить Да Чёрт, надо было хоть посмотреть Какие ещё статьи в этих вырезках Ну откуда ж мы могли знать? А в чём дело-то? Позже расскажу Сейчас будем придерживаться изначального плана Так точно, товарищ командир Идём осматривать трубу Вот и вы Дашу убедить не смогли Ну, как тебе сказать Мы попытались Но она прочитала какую-то заметку из газеты Расстроилась и убежала домой В общем, пока не стоит её впутывать Надеюсь, потом она присоединится Но пока только мы Вы уверены, что хотите? Я успел повидать всякое Вооружённые солдаты меня давно не пугают А вот вы... Ну, началось Во-первых, если ты и вправду, Серёга То прекрасно знаешь, что я уже не успокоюсь Это да Ты всегда был таким А что про девушек? А ну не списывай меня Забыл уже, как прятался за моей спиной, трусишка Меня какие-то там военные с автоматиками не пугают Да и что? Думаешь, они прям в нас стрелять будут? А если и будут То фиг они в меня попадут Алиса, ты дурёха Ты сама не знаешь, о чём говоришь Ты не была на войне Ты не видела того, что видел я Зато я видела тело в бочке И вот знаешь, ты сам нам тут сказал Что мы тут все реликты прошлого Как динозавры А потому наши жизни не так и важны Правительство новых нас наделает Вот как с твоим клоном А раз так, то я лучше рискну помочь Антону найти правду Чем сгину навсегда безвестной рыжей дурёхой Ну, а что ты? Я? Что я? Ты не боишься рисковать своей жизнью? Я дала обещание Антону И хочу помочь ему докопаться до сути этого дела В конце концов, они мои единственные друзья Но тебе может быть больно И страшно, и... На моих глазах взорвался автомобиль с моим отцом Ещё вопросы? А, блин И вот где моё красноречие? Я же хотел отговорить вас от этой затеи Вы ведь для меня словно Ножившие воспоминания Наверное, если б не война Я бы просто растворился здесь В потерянном городе моего детства Но пережитое выбило из меня всю эту романтику Вы ведь знаете Ты хотел уехать из города И пойти в военное училище Чтобы быть с нами с Алисой наравне Ты знал это? Случайно узнал от Зинаиды Ладно Отговорить я вас не смог Что ж Труба и вправду идёт на химзавод Я через неё не пролезу Пусковато Но вы сможете попасть внутрь Внутри она перекрыта насквозь проржавевшей решёткой Так что её можно легко выломать Тогда я за инструментом Скорее всего, труба приведёт вас в производственный корпус Это такой большой ангар С цистернами внутри Я послушал переговоры военных Охраняют они именно периметр Так что внутри их много быть не должно Как проникнете внутрь Ждёте минут тридцать Если я не появлюсь, двигайте сами Скорее всего, всё, что может пролить свет Находится в подвалах Туда идут здоровенные силовые кабели Возможно, конечно, я и ошибаюсь Что, не уверен в своих разведывательных навыках? Нет, их-то я успел отточить Вообще, блин, у меня столько историй, Антоха И хороших, и плохих Я уже совсем не тот Серёга, которого ты знал Слышь! Рамбо, хвалиться потом будешь Сейчас ближе к делу Одно из зданий обустроено под казармой Остальная территория заброшена Не особо не шастают По какой-то причине все они сильно на взводе Только вот почему понять не удалось Как будто внутри есть что-то Чего они боятся? Возможно, им тоже ничего не рассказывают? Или там находится секретная лаборатория Из которой что-то может сбежать Как в той виде игре Зловещая обитель? Или как-то... Чего? В видеоигре? Это что это? А, у вас-то её ещё не выпустили Вы не знаете Я тебя сейчас ударю Не бей меня, пожалуйста Кажется, Алиса единственный человек, способный выжать из неё эмоции Странная девушка Странная А вы чего, щеглы, уставились? Всё? Закончили планировать? Да Встретимся тут в 11 вечера Не забудьте фонари Удачи, Серёг Я всё ещё не до конца верю в твою историю Но надеюсь, сегодня всё прояснится Да Главное Не геройствуйте Если что, вдруг лучше сдавайтесь Солдаты в первую очередь люди Тяжело убивать невооружённых подростков Я сам Всё Расходимся Я не собираюсь бессмысленно рисковать Наша задача найти информацию Пусть нас поймают Но если мы хоть что-то сможем узнать Меня это устроит Я рад, что ты так думаешь Удачи Берегите себя Так, милобрысая, за мной Я хотела с Антоном Ишь ты Я вас наедине не оставлю До вечера, Антон А жаль Столько надежд было Ну вот, безумная ситуация ведёт нас на безумные действия Как-то одновременно и страшно Такая лёгкость Ну что, судьба Посмотрим, кто сильнее Ой Я режу руку раз за разом Но не могу очнуться Но Это же просто сон Просто кошмар Этого не может быть Так не бывает Папа Папа Я должна вас спасти Я знаю, что вы ждёте меня в этой тюрьме Вы обещали меня дождаться Дождаться, что я вас спасу 7 августа 1998 года Во время беспорядков в колонии строгого режима Были расстреляны Семь человек Иван Батуева Маргарита Батуева Нет Нет, это ложь Но Заметка настоящая Мам Папа Я же никому не говорила Как вас зовут Кассета настоящая И как бы они поделали 98 год Если сейчас 2002 То я даже не попаду на их похороны Да я даже не знаю, где они похоронены И похоронены ли вообще О Это надо на смайлы вырезать Это просто дурацкий кошмар Дурной сон Но я не могу проснуться И боли нет Значит Это не мой сон Это сон Алисы Или Антона Да Точно Просто не мой сон Как все просто Надо разбудить их Заставить проснуться И все будет хорошо Мама Папа Я вас спасу Таша, что ты делаешь? Не переживай, тетя Это просто сон Сейчас я тебя разбужу О, походу тут кто-то пересмотрел цикад Алис, все принесла? И даже эту мелюзгу не забыла Эй, ну хватит, я же старшая Раньше ты так не издевалась Мы были подругами Да-да, ладно, мы подруги А это просто дружеские подколки Правда? Правда И ты полезешь первая внутрь Хорошо Блин, даже на это согласилась Нет, я шучу Я первая Антон за мной Ну, погнали Ну, погнали Так, решетка поддалась Прекрасно Мы сможем тут пролезть Фу, ну и воняет тут Ну, антон Что? Это не я Что вообще за инсинуации? Химикатами же пахнет, алё Я знаю Ай! Ты меня по задницу ударил Придурок, я тебе сейчас Ребята, ну не шумите У нас же скрытная миссия Нас сейчас все военные услышат Ой, и правда Всё, давайте заткнёмся И просто тихо доползём уже до конца Алиса, шевелись Ползу я, ползу Кажется, вижу выход Так, по-моему, об этом помещении Говорил Серёга Всё, теперь он свой? Ну, не совсем Вот есть в нём что-то очень знакомое Да Я когда с ним спорю Тоже чувствую, будто Серёга ругаюсь Не самое безумное происшествие За последние дни, да? И не говори Ладно, нам нужно в подвал И искать лабораторию, верно? Тихо Я кого-то слышу Патрульный? Сюда, в укрытие Не шумим Ох, вся эта ситуация Я прямо-таки киплю Я просто... Тсс, а то рот тебе заткну Слышь ты, мелочь! Тихо, ты ж нас выдашь Да заткнитесь, он почти ушёл Слушай, мелкая Я тебе сейчас голову отвинчу Не злись, Алиса Я не хотела, чтобы патрульный нас заметил Ещё раз попробуешь мне рот заткнуть И я тебя... Да хватит вам, как дети малые Это всё она, Антон Ты же старше нас, вот и соберись Простите Алиса, хватит её цеплять Нашла время, тут солдат кучера Ты... Извини Ладно, вон какой-то люк Нам как раз вниз Полезли А что нам нужно? Не знаю Лаборатория, документы Да хоть какая-нибудь информация Хорошо, ищем бумажки Фея ищет бумажку Рассказать бы Серёге Зараза! Да не слушай её, лезь Так, и где мы? Даже и не знаю Смотрите Тут проход за решёткой И к решётке идут кабели от трансформатора Похоже, она... Под напряжением Серёга? И откуда ты только взялся? Я вас тут жду уже минут пятнадцать Ну и шумные вы, конечно Благо солдаты тут зелень сплошная Чуть старше вас Обойти их Расплюнуть Хо-хо! Так ты у нас прям команда, значит Ага Вы и подумать не могли, что я стану таким крутым Верно? Даже не знаю, радоваться за тебя Или пора ожидать за хвастовство А ты попробуй Ой, петухи и гребни распустили Скорее, быки Ну, я бы поставила на Серёгу Да и я тоже Блин, ну вы совсем офигели обе Мысль отрациональна Ладно, хорошо, что тебя не пристрелили Что дальше? Не знаю даже Похоже, они замуровали все входы под землю И зачем-то перекрыли их заборами Все силовые кабели идут к похожим решёткам Я насчитал таких три штуки Чтобы не было за ними Военные не хотят, чтобы оно выбралось Хорошо Но тогда как понять, что внизу? И где у них лаборатория? Её я не нашёл Помимо корпуса казармы и трёх замурованных входов Тут ничего нет Они больше ничего и не охраняют Ерунда какая-то А как же перемещение во времени? Секретные клоны? Не знаю Ничего не сходится Опять Жизнь сложнее выдумки Было бы просто объяснить всё кознями правительства Секретными лабораториями Ох, это же такой заезженный штамп Блин Ну хочется же какого-нибудь простого объяснения Чтобы всё сразу встало на свои места Да И чё теперь делать? Кто здесь? Ой Вы кто такие? Мы-мы-мы тут просто Руки вверх, все трое Блин Трое, да Мы сюда просто на спор залезли Пожалуйста, не стреляйте Так, не вооружены Чёрт, хреновы малолетки Я уж думал, опять эта херня из подвала звучит Стоп, а где? Алиса, заткнись и не провоцируй Делай, что он говорит И ты, Настя Ты у них старшая, выходит Заводила? Вообще-то я старше его на год Заткнитесь! Да Вот вы идиоты вляпались Теперь просто родительским ремнём не отделаетесь Майор позаботится Руки вверх и шуруйте И без фокусов мне! А куда мы идём? Пасть закрой! О как Неужели мне придётся нажимать на кнопочки? Привет, Настя! Танюха! Помнишь меня? Я так и знал, что она жгёт Я вас помню Вы с мамой говорили о переезде сюда Хорошо, что помнишь Я твой друг, Настя И я хочу тебе только добра Вы... Я надеюсь Расскажи, что вы тут делали И как ты умудрилась опять подружиться с ребятами? Я... Не знаю, о чём вы Ох, Настюша Ну ведь не умеешь ты врать Она права Я не умею врать Совершенно Что бы хотел Антон, чтобы я им сказала? Он ведь поверил мне, даже несмотря на то, что совсем не знал И я не должна подвести его Ах, да Я просто не буду отвечать на вопросы Хм Ну уже Почему ты молчишь? Вы сами сказали, что я не умею врать Что мне ещё остаётся? Ну, Настенька Мы ведь хотим как лучше Пожалуйста Помоги нам разобраться в том, что тут происходит Хм Ах, ну что же это такое-то, а? Ты же помнишь, что я работаю в ФСБ, так? Хм И ты помнишь так называемую перезагрузку Она не коснулась тебя Как и всех, кто был за пределами города, так? И ты знаешь, что твои друзья вернулись в 1997 год, так? Они ведь тебя вспомнили? Это ведь те же люди, с которыми ты дружила до перезагрузки? Или нет? Молчишь, значит, молчишь Мама твоя, кстати, сейчас у нас Да, она сильно нервничает Ну, из-за пропажи города, дома, квартиры Тебя, в конце концов Ты хочешь встретиться с ней? Я Мама Если ты ответишь на мои вопросы, я отведу тебя к ней Я рада, что мама с вами Значит, ей не грозит опасность Ты хочешь встретиться с ней? Я Не буду отвечать на ваши вопросы Ох, Настюш Ну, почему же ты так все усложняешь? Ладно, Настя, давай так Я скоро вернусь сюда Приведу твою маму И мы поговорим при ней Хорошо? Действуйте, как считаете нужным Такая мама Вот чертовы дети Без вас будто проблем мало Татьяна, это Дела, видите ли, срочные Появились К чертям Так Ты, стало быть Алиса Ломова Если так, то что? Ишь Недовольная Совсем ребенки еще Куда ж тебя понесло-то, а? Зачем? А ваше какое дело, дядя? Я вас не знаю Вы не местный Понаехали, понимаешь И условия ставят Куда мне можно, а куда нет Ишь ты Чертовка А странный язык, чтоб тебя Прям как моя вторая жена Говори Зачем полезла на завод? Не скажу Кто вы такой вообще? Чтоб рассказывать вам что-то Вообще-то мой батя милиционер И он вам голову открутит Если со мной что-то случится Ты что же-то Напугать меня думаешь, а? Да Ну не расскажешь И хрен бы с тобой Дружки твои расскажут Так Это самое, что-то мне еще спросить Надо А, да Какой сейчас год? Ну простой же вопрос, а? Год какой? Тысяча девятьсот девяносто седьмой Вы что же, это башкой ударились? Да Девяносто седьмой, по-твоему? Не две тысячи второй? Может вам к доктору надо, дядь? У вас, однако, не все дома Вы видели вообще, какая у нас разруха в городе? Я уверена, что в две тысячи втором Кузнецк восстановят и областным центром сделают Ладно, ладно Ладно, так что дальше там? Угу Так, а странностей не замечала? Ну, вас заметила А так все хорошо Угу Так, и неделю назад все хорошо было, да? И месяц И ты это вот все помнишь? Прекрасно помню Живем-поживаем, добра наживаем А прошлый месяц какой был? Апрель был Вы что, с луны свалились? Угу И ты весь апрель помнишь? Весь помню А помнишь, что ты должна быть на год старше? О чем вы вообще, дядь? Мне шестнадцать И месяц назад было шестнадцать Вот в ноябре еще, да, было пятнадцать Ну, я была на год младше, а не старше Ну... Фух, ну да, тоже верно Да, откуда же тебя знать-то? Не, правильно он сказал, что все ваши воспоминания Да, это я... Да как ее... Этой перезарядки... Перезагрузки, вот Перезагрузки исчезли Да, правильно Так, а ты не пыталась уехать из города? Зачем? Рано еще Да, да Зачем он хотел, чтобы я это спросил? Ума не приложу А кто он-то, дядь? Да, неважно Эта скотина нас подставила Эта... Эта... Этот Серега нас подставил Собака Ну и что? Еще глупые вопросы? Красная папка Красная военная папка с документами с символикой СССР Все еще распространена среди военных и чиновников Из нее торчит краешек листа из блокнота МГУ Скорее всего у военных хранятся какие-то важные записи Так, эээ... Сейчас, эээ... Вот папка Взгляни на фотографию Так... Ты не видела этих людей? Не-а, не видела Что, потеряли кого-то? Пропали они Ну, город у нас маленький Найдутся еще Да хрен знает Можно еще раз взглянуть на это фото? На, гляди Ну, если вдруг я их увижу, то отправлю к вам Ну, неплохо было бы Ну, так что, вы нас отпустите? Вот, ээ... Как сверху прикажут, так и поступим Вот, а пока тут посиди Из Москвы, что ли? Да какая Москва? В соседнем кабинете вверх сидит Так все, ладно Тебя допросил Задачу выполнил Теперь сиди и жди Все Где-то я его видел Слышал, вернее Как полезно иногда дурочкой прикидываться Повезло, что этот жирный Внимательностью не блещет Смогла стащить пару бумаг из папки Правда, я слышал его где-то в какой-то... В каком-то квесте В какой-то игре Такой не особо популярной Блин, опять датчик сдох Получается, была некая перезагрузка Что бы это ни значило И получается Те ученые все-таки пропали И даже военные их найти не могут Ну что ж Надеюсь, у ребят тоже получится Узнать что-нибудь полезное Получится, получится Так Следующий 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 Ты у нас, значит... Эээ Ну, что я могу сказать Следующий сохраняется Вот сюда Эй Блин Ладно, сюда Так А мы с вами С вами мы Ай Ай Продолжим в следующий раз Ну, а пока что Такие Дела Продолжим в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok